Освобожденный накануне поздно вечером из следственного изолятора Актау, журналист Жамбулат Мамай сегодня дал пресс-конференцию в Алматы. Лидер клуба Рухпентель, которого Комитет нацбезопасности подозревал в разжигании социальной розни, рассказал о деталях своего освобождения и статье 65, которую к нему применили. Вместе с Мамаем перед журналистами выступил и экс-секретарь Совета безопасности, а ныне председатель Народного комитета Араша Тулеген Жукеев. Он-то и сыграл ключевую роль в судьбе молодежного лидера. Жан-Булат! 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 Чувствую себя нормально, от своих убеждений не отказываюсь. Три часа ночи, Алматинский аэропорт. Под бурные аплодисменты журналисты и политика Жан-Булата Мамая встречают его друзья, родные и коллеги. Неделю назад этим же рейсом возвращался Булат Атабаев. Своего подельника, как сам театральный режиссер называет Мамая, он провожает до машины. Вам хорошо, что освободили, что он на свободе и учитывая его здоровье. Жан-Булата отпустили на свободу после месяца в СИЗО. Накануне вечером в Актау из следственного изолятора его увозил глава общественного комитета по защите задержанных активистов Араша Тулеген Жукеев. А сегодня днем они провели пресс-конференцию в Алматы. Я выехал в Астану, встречался с довольно влиятельными людьми и постарался их убедить, что серьезных оснований, строго законных, для того, чтобы держать в застенках и судить, и садить, ни Булата Атабаева, ни Жан-Булата Мамая серьезных оснований нет. Жан-Булат Мамай проходит по двум статьям о разжигании социальной розни и призыве к свержению конституционного строя. Неделю сохранялась интрига, каким формулировкам в показаниях удастся прийти следствию и задержанному. В итоге из обвиняемых его, как и Булата Атабаева, перевели в свидетели. Мамай подписал документы и освобожден от уголовной ответственности по 65-й статье в связи с деятельным раскаянием. Никакого давления, чтобы я признал какую-то вину, чтобы я дал показания против кого-то, ничего этого не было. То есть на основании тех показаний, которые я дал еще тогда, неделю назад, вместе с Атабаевым, на этих же показаниях я был выпущен по 65-й статье. То есть я четко и конкретно сказал, что никаких приказов со стороны Козлова или кого-то еще, чтобы мы поехали в Жан-Музен и дестабилизировать ситуацию в регионе, нет и не было. Сейчас самым страшным воспоминанием для руководителя молодежного клуба «Рух Пентель» остается дорога из Алматы в Актау. Этапирование в СИЗО длилось почти 10 дней. Вся вот эта система, она направлена на уничтожение человеческого достоинства. То есть это и условия содержания, и вообще обращения. Никаких условий там содержания, никаких условий абсолютно нет. То есть голые полы, матрасов нет, ну, еды никакой нет. То есть там дают только вот эту протухшую консервную рыбу, от нее все отказываются абсолютно, да. Воды никакой, то есть даже кипяток там выпрашивают целый день, и только после этого дают. В заключение остаются единомышленники активистов Владимир Козлов, Серик Сапаргали и Акжанат Аминов. Они являются главными подозреваемыми. Освобождение от Абаева и Мамая в Казахстане и за его пределами добивались месяц. Редкая для властей уступка журналисту Лукпану Ахмедьярову кажется неким знаком. Аккорда сдаёт позиции. Я однозначно это расцениваю как достижение, как победу гражданского общества над всей этой системой. Потому что если бы не было всех этих акций, когда люди выходили на улицы, на площади, проводили акции протеста и так далее, если бы всего этого не было, не было бы этой демонстрации гражданской воли, я боюсь, что обитатели Ахурды, они так сидели бы и думали, что да, они действуют правильно. Встречу юного соратника с прессой режиссер Атабаев не застал. Впрочем, самое важное театрал озвучил ещё неделю назад. Его ультиматум – вернуться в октаус с вещами, если Жанбулата не выпустят. Шаг вынужденный. Для цивилизованной страны освобождать особо опасных преступников по той статье, которая нас обвиняет, это очень тяжёлые статьи же. И по таким тяжёлым статьям освобождать под стражей через знакомства, через какие-то окольные пути – это не красит цивилизованное общество. В августе же Наузин и Актау вновь окажутся в центре внимания. Будет решаться судьба главных фигурантов в деле о разжигании социальной розни. Тольген Жукеев, который всю пресс-конференцию говорил о неких влиятельных знакомых, уже в конце добавил – процесс обещает быть очень громким. Я думаю, когда будет суд, вы будете очевидцами многих сенсационных вещей. Я просто не предваряю, потому что есть вещи, которые я не могу разглашать, потому что оно не для разглашения. Это просто шокирующие вещи. Я в процессе суда, я думаю, что она будет открыт, но вы узнаете. Евгения Сазонова, Анастасия Дылдин, Александр Платонов и Павел Энгельгард. Алматы, Казахстан.